Сегодня я здесь, чтобы отстоять справедливость ситуации со своим братом, родным братом, который является боевым офицером службы безопасности Украины. 11 февраля в размеренную жизнь нашей семьи ворвалось горе. Нам сообщили о том, что мой брат находится в больнице скорой помощи. На тот момент мы не знали, что с ним произошло. И, прибывши в больницу, мы испытали ужасное чувство шока, страха, потому что мы увидели ужаснейшую картину. Мой брат был весь в крови в состоянии сильнейшего болевого шока, и у него было крайне изуродовано лицо. После нам стало известно о том, что у него сломана переносица, у него разорвана губа, у него рассечение подбородка, также у него сломано основание черепа, правая височная кость, при этом задета барабанная перепонка, и очень много внутренних черепных гематом и ушиб головного мозга. Как позже нам стало известно, мой брат и его сотрудник по возвращению домой с работы попали в неприятную ситуацию, и их избили, моего брата конкретно, избили на станции метро-университет. Подробнее, зайдя в метро, мой брат и его коллега стали невольными свидетелями хулиганства, правонарушений, соответственно, семерых человек. Коллега моего брата решил сделать одному из них замечание, на что получил крайне неадекватный ответ. И как бы на этом, по факту, должно было закончиться, конфликт должен быть исчерпан. Но для хулиганов это стало лишь толчком для того, чтобы потом сделать спланированное групповое избиение. Ни о чем не подозревающим, мой брат и его коллега спускались вниз по эскалатору на платформу метро, и возле выхода с эскалатора их ждали, собственно, нападающие. И потом свершилось жестокое и непредсказуемое избиение, видео которого мы все можем увидеть в интернете. И на нем отчетливо видно, что моего брата били руками, ногами, после чего был нанесен сильнейший, как мы называем, смертельный удар, после которого он упал на каменный пол с затылком станции метро и потерял сознание. Позже из интернета мы узнали о том, что это не просто хулиганы, ребята, не просто нападающие, а это титулованные спортсмены, это мастера спорта по дзюдо. И за все время, после ситуации, прошло уже около месяца, извинений в свою сторону мы не услышали. И, как я понимаю, свою вину они не осознали, потому что, наоборот, в нашу сторону пошла сильнейшая информационная война, в связи с которой в нашу сторону пошли угрозы, обзывания и запугивания. Также считаю немаловажным фактом то, что нападавших поддерживает спортивный клуб «ИППАН». Это, собственно, они являются их воспитанниками. И данный клуб предоставил им пятерых высокооплачиваемых адвокатов, в числе которых фигурирует Виталий Сердюк, это адвокат, который защищал Виктора Януковича. Сейчас ситуация вырисовывается таким образом, что моего брата, учитывая все серьезные травмы, которые он получил, хотят сделать виноватым. А наша семья просто хочет справедливости. Полноценное здоровье моему брату не вернуть, а полноценную жизнь уж тем более. Человек, в первую очередь человек, офицер, который отстаивал наши жизни в зоне АТО, который был в самых горячих точках Донбасса, который защищал наш флаг, наш государственный флаг, флаг нашей страны. Флаг нашей страны, под которым данные спортсмены получали свои титулы и награды, был ими же и искалечен. И его же хотят сделать виноватым, а данных спортсменов просто хотят отмазать. Поэтому у меня просто единственный вопрос, где справедливости, откуда нам ее искать. Спасибо. Я здесь представляю не только как коллега сотрудника военной контрразведки, который пострадал в этой ситуации, как же его и боевой побратим, прошедший антитеррористическую операцию, и представляю здесь Украинский центр аналитики безопасности. Вы знаете, само вот это вот событие такое, вызывающее циничное избиение сотрудника СБУ в метрополитене за сделанное замечание из-за хулиганских действий юных спортсменов на входе в метрополитен, оно бы так, наверное, осталось бы юридическим событием с точки зрения оценки действий правоохранительными органами. Само событие имело место 11 февраля. Мы подключились, наша организация, Украинский центр аналитики безопасности, подключился фактически спустя неделю. Почему? Потому что мы увидели ту волну неправды, ту волну фактически грязи, которая начала выливаться на наших же офицеров, пострадавших в этой драке. Я рекомендую всем, кто еще не видел это видео, внимательно его посмотрите. Там зафиксирован, начиная от факта перепрыгивания турникетов молодыми юношами, причем так с циничными ухмылками, и видно, им это доставляет массу удовольствия. И заканчивая тем, что спустивши вниз по эскалатору, они просто дождались сотрудников СБУ и выступили инициаторами потасовки. И вот тогда мы, увидев эту такую реакцию, в том числе и представителей клуба в соцсетях, мы подключились. Нашим центром мы публично обратились в Министерство образования и науки Украины, мы обратились к министру спорта, молодежи и спорту. Мы также обратились руководителями двух федераций, спортивных федераций, под эгидой которой выступают эти юноши на различных соревнованиях, пока им свободное выступление обеспечивают, в том числе офицеры СБУ, искующие своими жизнями в АТО. Данное публичное обращение, оно размещено на нашем сайте. На сегодняшний день его подписали более 60 офицеров, ветеранов АТО, несколько общественных организаций. К сожалению, мы никакой реакции не получили. Но, наверное, государственные структуры в лице уважаемых министров Шкарлета и Гудсайта, они очень заняты более важными задачами, чем воспитание наших молодых дарований, позволяющих себе настолько цинично избивать сотрудников СБУ и участников АТО. Поэтому реакции, честно скажем, реакции от Федерации Зюдо Украины, Федерации Боевого Самбо Украины, мы не надеялись, что мы ее получим. Почему? Чем больше мы вникали в эту ситуацию, мы увидели нечто, другую сторону медали. Я хотел бы обратиться, подчеркнуть о том, что никоим образом мы не пытаемся влиять на следствие. Следствие ведет национальная полиция Украины. На момент поступления заявления было возбуждено уголовное дело по статье 296, часть 2. Это хулиганство совершенное группой лиц в циничной форме. Мы сейчас больше говорим о нравственности. О той нравственности, когда вместо того, чтобы очень быстро осознать допущенные ошибки, участники конфликта, я имею в виду спортсменов молодых, поддаются давлению, либо поддаются каким-то предложениям, наверное, это моя точка зрения, для того, чтобы поучаствовать в кампании по дискредитации наших офицеров. И вот, чем больше мы изучали эту ситуацию, тем больше мы понимали, что Федерации боевого самбо, прежде всего, Украины, точно не стоит ждать реакции. Не стоит ждать реакции, публичных каких-то извинений, публичных осуждений действий своих воспитанников, принесения извинений от имени Федерации семье пострадавшего и, в принципе, в лице побитого сотрудника СБУ другим участникам АТО. По одной банально простой причине. Давайте называть вещи своими именами. Почетным президентом Федерации является пан Медведчук. На сегодняшний день в условиях войны, в условиях восьмилетней агрессии, в условиях введения санкций, я думаю, ни у кого не остается сомнений, на чьей стороне в этой войне пан Медведчук. Несмотря на это, Федерация очень активно занимается, в том числе, информационной поддержкой Медведчука, продвигая его некие особые заслуги в деле украинского спорта, боевого самбо. Ну, наверное, я так высказываю свою точку зрения, эти заслуги, вот, как раз, это неадекватное поведение во время конфликта. Более того, на сегодняшний день экспертами нашего Медцентра такая вот аналитическая работа начата в отношении становления различного рода спортивных либо околоспортивных структур, которые были созданы и финансировались, в том числе Российской Федерации, были созданы под эгидой различных политических деятелей или общественных деятелей России на территории Украины до 2014 года. Такой аналитический обзор мы готовим, и я думаю, что он будет тоже очень показательный.